Мастер смехотерапии, руководитель международного проекта «Здоровье» Леонид Геразьян, Сочи, Россия. Счастливый человек очень эффективен по разным направлениям жизни. Например, когда вы радостны, здоровье само собой начинает восстанавливаться. Гармонизируются семейные и деловые отношения. И поэтому мы с вами начнем, естественно, на внимательность. Вы готовы? Тогда мы садимся с ровной спинкой и выпрямляем ручки вперед. Сделаем один раз хлопок. Отлично. Повторяем за мной, поднимаем вверх руку. Я поднял правую руку, но вижу, что часть аудитории подняла левую. Поэтому поменяйте, пожалуйста. И мы скрещиваем руки. Соединяем руки в замок. И большие пальцы вниз опускаем. Давайте проверим. У всех ли получилось? Хорошо. Правая рука сверху. Большие пальцы вниз. Указательные вперед. И если вы были внимательны, вы сможете повторить так же, как и я. На раз, два, три. Развернули ручки. Мы двигаемся дальше. Следующее упражнение позволит синхронизировать правое и левое полушария головного мозга. Правое полушарие отвечает за гениальные способности, таланты, интуицию, образное мышление, чувственная сфера. Также у нас есть еще и левое полушарие, которое отвечает за логику, волю, расчет. Идеально, когда оба полушария работают синхронно, гармонично. Для этого мы сделаем с вами упражнение. Кулак вверху, а ладонь внизу. И на раз, два, три. Поменяли ручки. Кулак вверху. Будьте внимательны. Поменяли ручки. Поменяли ручки. И, как говорится, от простого в глубину. То же самое, но уже через хлопок. Через хлопок. Хорошо. Все вспатываете на лету. Гени и таланты. А следующее упражнение мы сделаем на одной руке фигу. Не самая лучшая мудра, поэтому мы ее компенсируем. Все окей. И по хлопку поменяем ручки. По хлопку поменяем ручки. По хлопку поменяем ручки. Вы чувствуете, что-то зашевелилось в голове. Это пробуждается в ваши гениальные способности и таланты. Следующее упражнение. Мы возьмемся за нос. И ухо скрестно. Уже вижу у многих трудность. И по хлопку поменяем руки. По хлопку поменяем руки. По хлопку поменяем руки. Отлично. Следующее упражнение позволит нам активизировать образное мышление. Применяя подобные практики, вы повышаете эффективность в разных направлениях. Вы повышаете эффективность в разных видах деятельности. Для этого мы соединяем ручки вместе, кулачки и запоминаем движение. Правая ручка рисует кружочек под себя. Запоминаем движение. Остановились, а теперь левая на себя вращает. И делает кружочек. Хорошо. Соединяем ручки вместе и объединяем в одном упражнении. Правая от себя, левая на себя. На раз, два, три. Начинаем. Хорошо. Я вижу, кому-то очень легко делать, потому что в одну сторону крутит. Чтобы нам быть более эффективным. Мы с вами попробуем применить образное мышление. Нам гораздо легче получится выполнить это упражнение. Мы кулачки соединяем вместе, но уже применяем образное мышление. Представьте, что под кулачками у вас находится большой шар, глобус, мяч. Удерживайте его в своем сознании. И в этом положении вы очень легко сможете вращать руки, держа в своем сознании этот мяч. Одну руку в одну, другую в другую сторону. И у кого получилось лучше это упражнение с образным мышлением, скажите, пожалуйста, мяу. 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 Хорошо. Следующее упражнение улучшит работу головного мозга и центральной нервной системы. Для этого мы синхронизируем не только правое и левое полушария головного мозга, но и нижнюю и верхнюю части нашего туловища. Приготовьтесь. Правая рука вперед. И ладошечкой вращаем вправо. Правая ладонь вправо вращается, запоминаем движение. Опускаем ручку, а теперь правая нога вперед. И стопа правой ноги вращается влево. Я уже чувствую, вы догадываетесь, что сейчас мы объединим это упражнение в одно. Правая ладошка вправо, правая стопа влево. На раз, два, три. Начинаем. Я заметил, что куда рука, туда и нога. Правильно? Это называется стереотипомышление. И очень полезно иногда выходить за рамки своих границ, расширять свои возможности. Этим мы сейчас с вами и займемся. Следующее упражнение будет экспресс-знакомство. Потому что, вы знаете, все-таки смех это такое тонкое мероприятие. И без знакомства нам никак не обойтись. Поэтому мы сейчас все вспоминаем свое имя. Поднимая ручки вверх, глубоко вдыхаем и очень громко кричим свое имя. Выдаряя себя по груди, а в конце добавляем «Молодец!». Спасибо. Поехали. На раз, два, три. Лёня! Молодец! Ну, вот и познакомились. Спасибо. Мы сделаем упражнение, которое называется «улыбка». И для этого нам надо сначала найти самую обаятельную улыбку в этом зале. Давайте посмотрим друг на друга. Идеально, если эта улыбка будет именно у вас. Хорошо. Максимально широко улыбнитесь, чтобы было видно все зубы. Если нет зубов, дёсно покажите. Хорошо. И теперь, сохраняя эту улыбку, мы поднимаем ручки вверх. Хорошо. Тоже как улыбка. И будем все время выдыхать со звуком «хи-хи-хи-хи-хи». Дойдем до центра груди, все выдыхая. Отсюда мы дарим всем смех. Понятненько. Теперь все вместе попробуем на раз, два, три. «Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи». Ха-ха. Поехали. «Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи». Ха-ха. Хорошо. От вас такая энергия идет позитивная. Следующее упражнение называется «молния». Вы видели, молния на куртке есть. Вот та же самая молния у нас будет на улыбке. Максимально широкая улыбка. И мы открываем молнию, и оттуда бьется смерть. И, соответственно, когда мы закрываем молнию, терпим смех внутри, посматривая на своих соседей. Договорились? На раз-два-три улыбка максимально широкая, открывая молнию и бьется смех. Закрываем, терпим, смех внутри, смотрим и еще раз откроем. Хорошо. Похоже, вы уже готовы к соревнованиям. Готовы меня поддержать? Вот у нас будут две команды. Первая будет называться «Счастливые», а вторая — «Радостные». Подходит нам, Петербург? Хорошо. И сейчас мы посмотрим, какая команда у нас «Заразитель» и смеется. Именно «Заразитель», договорились? И сейчас мы попробуем с вами команда «Счастливые». Поехали! Отлично. А теперь радостнее! Потрясающе! Я шокирован! Ну мы, ребята, и разошлись! На самом деле мне очень интересно, какая, скажем так, часть аудитории у нас более активна, мужская или женская. Давайте посмотрим. Сейчас мы, как говорится, дам вперед. Смеются только девушки. На раз-два-три. Поехали! Хорошо, затихают. А мужчины на что у вас способны поговорить? Ири! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А то, вношенте нам, вношенте нам! Благодарю вас! И мы подведем с вами итог. Этому занятию. И он заключается в том, что счастливый человек самым позитивным образом может воздействовать как на себя, так и на окружающих. И, например, счастливый человек может менять материю, материю своего тела. И мы сейчас в этом с вами убедимся. Посмотрите на свои ладошечки. Под ладошками у вас находятся вот такие линии. Посмотрите внимательно, они похожи на браслеты. На одной и на другой руке. И сейчас мы соединяем свои ладошки, чтобы эти линии были продолжением другой. То есть миллиметр в миллиметр соединяем свои ладошечки по этим линиям. Будьте, пожалуйста, внимательны. И соединяем ладони свои в намаскарам утром. И посмотрите внимательно на свои пальчики. Вы увидите, что на одной руке пальцы чуть больше, на другой чуть меньше. Правильно? Да. И мы берем руку, та, которая чуть меньше. Бывает такое, что одинаковое. Возьмите тогда любую руку. И сейчас мы проведем уникальный эксперимент. Как мы можем, благодаря подобным практикам, избавляться от хронических заболеваний, пробуждая в себе скрытый потенциал гениальных способностей. Поехали. Смотрим в центр ладони, наблюдая за ощущениями. И начинаем с уверенностью повторять вместе со мной. Расти. 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 Больше уверенности. Расти. 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 Наблюдайте за ощущениями. Расти. Расти. Вот, пошла энергия в центре ладони. Расти. Расти. Пошла энергия в пальцы рук. Расти. Расти, расти. Хорош, а то перерастет. Соединяем точно так же по тем же самым линиям. Миллиметр в миллиметр. И соединяем свои ладони. Я благодарю вас за очередной шаг на пути к своему здоровью, гармонии, безусловной любви. Спасибо. До встречи.